Несмотря на многократные заявления в своих пропагандистских тук-шоу, что Россия воюет, мол, не с Украины, как еще оправдать, почему не могут провести спецоперацию, как они называют за три дня, они воюют со всем миром, с проклятым Западом, с НАТО, с Штатами, ну, в общем, это приступы коллективные. Они месяцами не могут взять одну улицу. Они что, собрались в Литву пойти или что они хотят? Им президент Казахстана Такаев уже все разъяснил. А мы сейчас дойдем. Дмитрий Ильич, не забегайте, пожалуйста. Смотрите, неоднократно озвучивалась мысль, что российские оккупационные войска по югу Украины вдоль моря хотят пройти через Херсон, Николаев, над Одессой, туда, к Приднестровью, чтобы замкнуть своим анклавом, который у них там находится. И более того, озвучивались даже смелые, наглые такие заявления, что, мол, Россия хочет и Молдову взять, мол, в рамках вот этих имперских своих историй, воссоединения Советского Союза и так далее. Тем более, что Молдова не страна НАТО. Запад должен отреагировать глубокой обеспокоенностью, а не, как статья пятая, НАТО гласит вступиться за свою страну. Нет ли риска вот здесь? Я говорил подробно с Арестовичем об этом в интервью, и он очень подробно отвечал на эти вопросы. Я думаю, что мое мнение, исходя из того, что я знаю на сегодняшний день, это чисто мое мнение, я думаю, что у россиян это не получится. Не зайти в Николаев, не подойти к Одессе, а путь к Одессе только через Николаев. По морю не получится взять Одессу, там Гарпуны, Нептуны, пусть корабль не может подойти к Одессе, ближе 200 километров. Ну, не получится это, не получится. Там Херсон уже, наши военные находятся в 10 километрах от Херсона, видят в бинокле Херсон. Не получится у них, не получится. У них вообще ничего не получится. Я думаю, что уже наступил перелом в этой войне, и сейчас по ленд-лизу ожидаем поставок. Должно быть все хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok